Одесская мэрия объявила о запуске безналичной системы оплаты проезда в городском транспорте через смартфон. Удобная на словах, в действительности она не обеспечивает обещанного удобства и безопасности пассажирам. По идее все просто. Данные у смартфона перебрасываются на валидатор. Электронное устройство для считывания информации об оплате проезда. Их устанавливают в трамваях, троллейбусах и маршрутках. Уже обновленный додаток есть. Он есть как для пользователей айфонов, так и самсунгов, а также остальных систем, с которыми работают наши гаджеты. Сейчас мы ведем установку самих нутрекеров, сейчас мы ведем установку валидаторов. В первую очередь мы ставим в вагонах фонтанского направления. Электронное издание Пушкинское проверило информацию вице-мэра. Выяснилось, не все так хорошо, как нам рассказывают. Пользоваться системой безналичного расчета можно только на айфоне. Причем в приложении указывается, что билет действителен в течение суток. На самом билете только час момента приобретения. Не пишется, в каких вагонах, трамвае и троллейбусах есть валидаторы. Не ясно, есть ли гарантия безопасности личных данных после подключения банковской карточки к приложению. Система безналичного расчета далека от совершенства. А везти давно обещанный электронный билет наша мэрия до сих пор не собралась. Так чиновникам выгоднее. Почти весь городской транспорт работает без кондукторов, а билеты пассажиры не берут. Черную наличность можно делить как угодно.